Всем привет, с вами Фил и сегодня у нас DevBlog 73, который по старой традиции выложили ночью. Конечно, что-то хочется спать, но все-таки, я надеюсь, сил на переводик у меня хватит. Ну а первое, о чем идет речь в обновлении, это улучшение PvP боя. Автор пишет, что поступило много жалоб о том, что в игре очень фигово реализованы перестрелки и разработчики решили разобраться, почему так. И вот что они придумали. Надо сделать менее подвижным модельку оружия при прицеливании. Также изменить вспышки выстрелов, которые закрывают цель. И по их словам не хватает индикатора попадания, звукового или даже визуального. Помимо этого, разработчики хотят сделать новую физику попадания снарядов в части тела человека. Но работа над этим пока что не началась. Поэтому, я думаю, не стоит заострять на этом внимание. А вот над комфортом стрельбы работа уже началась. И нас может порадовать менее подвижная модель. Более прозрачные вспышки, которые не должны так сильно мешать. Ну и звуковая индикация, взятая из Легаси. Визуальная идентификация пока что тестируется. И в игре появилась новая команда для ее настройки. Надеюсь, ее не надо никуда вписывать и она реализована в меню F2. Второе. Изменили таблицу лута. Из рецептов по умолчанию убрали костяную и деревянную броню. Убраны некоторые снежные куртки. Двуручный меч, фонарь и пистолетные патроны добавили в общее. Третье. Улучшили игровые сервера. Откаты при вылетах теперь на них должны быть несущественны и повышена работоспособность. Четвертое. Идет работа над повышением производительности во время перестрелок. Уже началась оптимизация тряпичной куклы человека, которая была невероятно медленная при быстром перемещении предметов. Также доработаны шейдеры различных эффектов. Пятое. Протокол несоответствия. Здесь нам говорят о том, что ошибки при заходах на сервер будут писаться более подробно. Это касается тех моментов, когда сервер еще не обновлен, или вы пытаетесь наоборот зайти на деф-сервер с обычной версией. Шестое. Поворот головы. Теперь вы можете заметить, если противник повернется в вашу сторону. И вообще будет понятнее, кто на вас смотрит. Седьмое. Добавили системы дозирования сложных стен и баррикад. Следует ожидать более высокую производительность серверов, учитывая такие сложные строения. Восьмое. Для владельцев серверов добавили резервное копирование. Это файлики, которые будут запоминать все серверные сохранения, чертежи и конфиги. Хотя мне кажется, у хостинг-провайдеров такая функция была уже давно. Но поскольку своих серверов я не держу, сказать вам это точно не могу. Девятое. Прочее. Вероятность дождя была снижена еще сильнее. Исправлены дублирующиеся бочки и ящики после перезагрузки сервера. Уровень воды теперь соответствует подводным эффектам камеры. Исправлен интерфейс консоли команд. Десятое. При работе с вращением головы по нажатию кнопочки Alt возникли проблемы. И разработчики решили продемонстрировать нам, как это выглядело. Также, как я и говорил в начале, были исправлены вспышки оружия. Теперь это показано на видео. И еще добавлена фраза, что вспышки стали более рандомные. Еще исправили некоторые баги анимаций. Такой, как например задержка при переключении оружия. Одиннадцатое. Было проведено много работы над созданием новых шейдеров окружающих частиц, процедурным виртуальным текстурированием местности и сжатием кэши для одиннадцатого Дирит Икса. Двенадцатое. Добавили кучу вариантов бандитских масок. А также хотят сделать прикольную бандану, которая очень напоминает бандитские разборки в GTA. Тринадцатое. Звуковые обновления тоже не стоят на месте. Некоторые звуки в игре изменили в лучшую сторону, теперь они слышатся более живыми и интересными. Слышимость выстрелов еще раз увеличили. Теперь новички смогут оббегать вас еще дальше. Четырнадцатое. Разработка рюкзаков все еще на уровне концептов, но появились новые идеи. Пятнадцатое. Увидев эту картинку, можно подумать, что в игре хотят сделать подвалы. Но нет, это пример одного из возможных будущих редтаунов. Шестнадцатое. Продолжается доработка женского персонажа, причем в лучшую сторону. Семнадцатое. У разработчиков появилась идея создания колчана для стрел. Они считают, что было бы здорово, если бы патроны хранились отдельно от всякого хлама. И на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр, надеюсь перевод вам понравился. Не забывайте поддерживать меня лайками и подписками на канал. Всем удачного отдыха в последние полмесяца лета. Пока.